Приветствую вас на моем канале, посвященном телепередаче. Сейчас я вам расскажу, что нас ждет в следующей серии проекта Холостячка. А вы мне напишите в комментариях, как вы думаете, какой холостяк подходит Ксении Мишиной больше всего. Итак, что нас ждет в следующей серии? А следующая серия будет под девизом «Коханья ща зраджуя», «Коханья ща проносы дбиль», «Коханья ща розчаровы». А вот почему. Потому что в следующей серии будет подниматься вопрос насилия над женщинами. Один холостяк позволит себе лишнего. Переспит с девушкой, перед самым свиданием с Ксенией. И в ее запахе придет на свидание. И все будут рассматривать это так негативно, так некрасиво, как будто он Ксении изменяет. Стоп, не нужно здесь. Ксения ему ничего не обещала, и он ей тоже. Они не встречаются, они не в отношениях, они просто участвуют в проекте. Вот когда они договорятся, что они встречаются, вот тогда они будут сохранять друг другу верность. Поэтому не нужно наезжать на этого парня. Кстати, посмотрите мое психологическое видео о границах в отношениях. Следующий мужчина обманет Ксению в том, что он якобы хороший отец. Что он уделяет внимание ребенку. А на самом деле он своему ребенку только месяц назад рассказал, что он его отец. И он написал заявление об отказе от этого ребенка. И где-то эту информацию редактора нарыли и предоставили Ксении. Что тоже, как по мне, странновато, потому что должна быть какая-то конфиденциальность в документах. Не разглашение личностной информации. Не знаю, ну конечно же, участники все это подписывали. Все это будет вот так в следующей серии. А вы мне напишите в комментариях, какой холостяк подходит Ксении больше всего. Жду от вас в пальчики вверх и до новых встреч!